Это проносится со скоростью свыше 100 км в час спортсмены в классе мини. Дети до 12 лет. Обгоны, опасные маневры, рискуют маленькие гонщики не меньше взрослых. Мы болели сразу за троих белгородцев. Двое только в этом году перешли в новый класс из микро. Но уже все уверенно могут рассказать основные приемы картингистов. Тормоз, поворот, напрягаем спину и нажимаем на газ. Это на поворотах? Да. Бывает обгонять страшно. Могут вытолкнуть там, повредить себе руку. Но ты все равно занимаешься. Тебе нравится? Да. Вышли на старты две девушки – Эсмила Населина и Диана Дмитриенко. Белгородки единственные среди парней боролись за звание самых быстрых. На трибунах за дочерей болели отцы. Все началось с того, что просто мне нравилось ездить у папы на коленях за рулем автомобиля. И дальше пошло-поехало. Как только построился автоспортивный комплекс «Вираж», мы с папой решили приехать, попробовать. И нам понравилось. И мы решили идти дальше. А папа у тебя чем-то занимается? Папа до этого занимался картингом в детстве. Вместе с девушками в классе кадет выступал и белгородец Артем Шаповалов. Заезд получился интересным. Спортсменки смогли обогнать своих соперников и добраться до четвертого и шестого места. А Артем с начала гонки сел на хвост лидеру и удержал до конца свою позицию. После финиша призер был немногословен. Второй? Да. Доволен? Да, очень. Как добился такого результата? Ну, не очень легко. Не обошлось и без обидных неудач. Денис Дмитриенко после квалификации стартовал последним. Подвела его техника. Всю ночь с отцом просидели в гараже. Устраняли неполадки. Но на следующий день спортсмен вышел с настроем на победу. Главное, по-моему, это не бояться. И, как говорится, кто не искупит, тот шампанского не пьет. А шампанское идут только победителям. На первых же кругах Денису удалось замкнуть тройку лидеров. Он искусно обходил соперников на поворотах. Тесно держался за ведущими. Но на очередном круге машина стала непослушной. Спортсмена кидал из стороны в сторону. И гонка для него прекратилась еще до финиша. Самый зрелищный класс – КЗ-2. Здесь выступают опытные гонщики. Они в спорте по 15-20 лет. Для них международные чемпионаты уже обычное дело. На трассах они сталкиваются с мировыми лидерами и набирают скорость больше 200 км в час. В свое время, еще пару лет назад, я гонялся с самим Михаилем Шумахером на трассе. Именно в одних заездах, в картинге, в чемпионате Германии ехали вместе. То есть человек, который начинал с картинга и относится к нему не менее серьезно, чем мы. Тот же чемпионат мира, если взять участников в список чемпионата мира, люди действительно работают. И для многих это уже стало работой. Всего за кубки боролись 88 спортсменов из 24 городов. Первые места достались гонщикам из Москвы, Серпухова, Санкт-Петербурга и Курска. Награждал победителей ректор-технолога, председатель городского совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель федерации картинга ЦФО Сергей Глаголев. Новый шанс показать себя у белгородских спортсменов появится уже в ближайшие выходные. Белгород примет чемпионат России по картингу. А пока спортсмены продолжат тренироваться на трассе, чтобы запомнить каждый поворот и шпильку наизусть. Маргарита Платонова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.